Центральная городская библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина с многолетней историей и славным именем знакома многим брещанам. Настоящий храм культуры и знаний, расположенный практически в центре областного центра, давно находится в списке мест, которые как магнит притягивают к себе людей. Человек идет в городскую библиотеку не только, чтобы удовлетворить свои читательские потребности, здесь он наслаждается тишиной и изящной обстановкой. Хотя история этого учреждения начиналась с печальных событий. Наша библиотека одна из немногих в нашей стране, кто никогда не закрывался. Она не закрывалась и во время войны. Когда началась война, 22 июня в Бресте, такие трагические события, ровно через две недели наша библиотека стала вновь работать. Понятно, что там была изъята часть литературы, не все выдавалось читателям. Были, например, запрещены книги на том же русском языке. Но библиотека работала и работала, в общем-то, можно сказать, всю войну. После этого тоже история имеет... Ну, в принципе, история библиотеки, она очень тесно связана с историей нашего города. Вот все, что было у нас в городе, вот все происходило в библиотеке. Менялись эпохи, менялись читатели, менялись библиотекари. В центральной городской библиотеке есть чем гордиться. Это не только преданные своему делу работники дома книги, но и собранные ими уникальные коллекции документов и публикаций, которые хранит библиотека. А также множество эксклюзивных проектов и традиций. А 2020 год подтолкнул администрацию библиотеки к очередным новым формам работы с читателем. Ой, 2020 год, конечно, преподнес нам просто массу сюрпризов, которые мы сначала несколько, как мы и думали, оказались не готовы, но довольно быстро перестроились, взяли себя в руки, развили дистанционный формат. Но наши читатели остаются преданными библиотеке, ведь основная масса приходит не только за книгой, они приходят за общением в библиотеку. Они хотят пообщаться, они хотят рассказать о своих бедах, печалях, радостях и так далее. Поэтому, конечно, сейчас очень сложно. Мы делаем всё для того, чтобы нашего читателя сохранить. И, в принципе, по итогам года нам, мне кажется, это всё-таки удалось. Праздничный вечер, посвящённый 80-летию Центральной городской библиотеки имени Пушкина, проходил торжественно. Поздравить юбиляров пришли представители городской администрации, друзья и преданные читатели. Работники библиотеки в этот день слышали в свой адрес много искренних слов и получили заслуженные награды. Среди тех, для кого библиотека стала вторым домом, Ирина Фомина. Здесь он работает 30 лет и до сих пор рассказывает о храме знаний с огоньком в глазах. Работаю, в общем-то, работаю по желанию, с удовольствием. Выбирала целенаправленно работу библиотекаря. Хотя выбирала, потому что люблю читать. А потом оказалось, что это, в общем-то, в основном работа не столько с книгой. С книгой тоже, конечно, но больше с людьми. Я люблю работать с читателями. Это не то, что там я рисуюсь, скажем так. Я действительно люблю это. Читателю люблю посоветовать книгу, которая ему нужна. Сама много читаю для того, чтобы владеть информацией. После множества наград и поздравлений работникам библиотеки оставить без внимания саму Пушкинку было нельзя. Юбиляру вручили символичную картину, на которой изображен Франциск Скорейна. Теперь она всегда будет освещать 80-летний храм книги. Продолжение следует...